Каждое государство имеет собственные символы независимости, силы и красоты. Архитектурные произведения мировых сверхдержав, таких как Россия, веками поражают воображение целых поколений. Одним из таких чудес является Московский Кремль. Огромный комплекс – древнейшая часть столицы нашего государства. Борельефная доска, которая сегодня открывается, долгие годы будет служить символом этой деревни. И это еще один шаг на пути сохранения наших вековых традиций. Пьетро Антонио Салари – один из авторов Кремля. Крепость возводили в те годы, когда русские архитекторы еще только учились у зарубежных мастеров. Строители, приехавшие из Милана, они оттуда привезли техник, технологии, и тот высокий уровень искусства, благодаря которому сегодня в центре Москвы существует Кремль. Салари выстроил гранавитую палату, в которой до сих пор принимает гостей русский президент. Из 20 кремлевских башен итальянский архитектор построил 6. Среди них – символ российской государственности – Спаская. Я очень рад, что наша история, правильно, с 15 веки уже соединила Италия и Россия, и еще на сегодняшний день продолжает соединить. Несмотря на геополитические такие события, но сегодня мы говорим о культуре. За труды на благо страны Салари пожаловали земельный надел в 15 верстах от Кунцева. Сегодня там находится старинная часовня. В честь архитектора деревню назвали Салариево. Со временем название трансформировалось в Солослова. Именно там открыли памятник этому великому деятелю культуры, который так обогатил историю русского народа.